В Лондоне прошла церемония награждения Британской киноакадемии, БАФТА. Она считается такой же престижной, как Оскар, при этом менее ангажированной и не менее посещаемой звездами. Главной героиней церемонии стала Кэтрин Бигглоу и ее фильм «Повелитель бури», который собрал шесть наград, включая две самые престижные – за лучший фильм и лучшую режиссуру. Кроме того, лента была отмечена в номинациях «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучшая работа оператора» и «Лучший оригинальный сценарий». Его главный конкурент, аватар Джеймса Кэмерона, получил всего две золотые маски в категории «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа художника-постановщика». БАФТА в этот вечер была особенно благосклонна к британцам. Колин Ферд был назван лучшим актером за работу в фильме «Одинокий мужчина», а Кэрри Маллиган стала лучшей актрисой за роль в фильме «Воспитание чувств». Австрийский актер Кристоф Вальц и американская актриса Манник стали лауреатами наград за лучшую мужскую и лучшую женскую роли второго плана. В категории «Восходящая звезда» победу праздновала американка Кристин Стюарт. Победителя здесь определили не академики, а зрители с помощью СМС-голосования и опроса в интернете. Кристин ужасно волновалась, произнося благодарственную речь на сцене, хотя не забыла упомянуть сумеречных фанатов. Ее партнер Роберт Паттинсон ничего не получил на БАФТА, но он вышел на сцену объявлять одного из лауреатов. Ванесса Редгрейх получила награду «Содружество Академии», которую ей вручили Ума Турман и принц Уильям, ставшие в этом году президентом БАФТА.